Майским днем 1938 года в ресторане «Атланта» в Роттердаме встретились двое. Добрый день, господин Евгений. Здравствуйте. Вам сюрпризы с Киева. Молодой человек передал посетителю ресторана коробку конфет и вскоре начал прощаться. Может быть, вы присядете? Нет времени. Восемь, как договаривались. Буду ждать вас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сила взрыва была столь велика, что тело выбросило на проезжую часть. Убитым был лидер ОУН Организации украинских националистов Евгений Коновалец. Ликвидировал его Павел Судоплатов, он же Павло Грищенко, он же Норберт. Советский разведчик. Оперативный псевдоним Андрей. В 12 лет ушел из родного города с полком Красной армии и стал воспитанником полка. В 1925 году направлен на работу в ГПУ и через два года стал оперативным работником. Ликвидировал лидера ОУН Евгения Коновальца. Руководил операцией по ликвидации Льва Троцкого. С февраля 1941 года заместитель начальника первого разведывательного управления НКВД СССР. К этому времени Европа была уже полностью покорена Германией. Свой новый удар Гитлер нацеливал на Советский Союз. Предстоящая война должна была стать не только войной моторов, но и войной разведок. И Советский Союз, и Германия понимали, какую важную роль в этой войне будут играть подразделения специально подготовленных диверсантов. В 1941 году в СССР руководству НКВД было поручено создать группу для выполнения специальных задач. Возглавил ее Павел Судоплатов. В это время немецкая разведка, Абвер, усилила работу против СССР. Советские пограничники в течение 11 предвоенных месяцев задержали около 5 тысяч немецких лазутчиков. Руководил Абвером адмирал Вильгельм Канарис. Он одним из первых разглядел возможности войск специального назначения и поддержал создание диверсионных подразделений. Вильгельм Канарис, адмирал флота. Начинал службу в германском флоте. С 1935 года возглавил Абвер, службу военной разведки и контрразведки гитлеровской Германии. Создал широкую шпионско-диверсионную сеть по всему миру. Справка. По приказу Канариса был сформирован отдельный учебный строительный батальон, который в обиходе именовался Бранденбург. Его бойцы владели хотя бы одним иностранным языком и специальностями подрывника, радиста, разведчика. 22 июня 1941 года. 0 часов 15 минут. Польско-советская граница. В час ноль-ноль ваша группа переходит границу вот здесь. Понятно. Задача – предотвратить взрывы на мостах и дамбах вдоль дороги Липск-Доброво. Группа готова? Группа к выполнению задания готова. В группе 12 человек. Больных и отсутствующих нет. Все владеют трофейным оружием. Четыре человека знают русский язык. Отлично. Выполняйте. Так точно. На плечо. Направо. Шагом марш! Из отчета адмирала Канариса 4 июля 1941 года. В распоряжение штаба немецких армий направлялись многочисленные группы из коренного населения – русских, поляков, украинцев, грузин, эстонцев. Они использовали трофейное советское обмундирование, военные грузовики и мотоциклы. Эти отряды просачивались в тыл противника для сбора сведений о советских резервах, состоянии дорог и о мероприятиях, проводимых противником. 22 июня 1941 года агенты Абвара под командованием лейтенанта Криксхайма, переодетые в советскую военную форму, первыми пересекли границу СССР. Части полка Бранденбург переходили границу до начала боевых действий, или ждали первых выстрелов артподготовки для вторжения на территорию СССР. Вот подал рапорт о переводе. Обещали рассмотреть. Поэтому надеюсь, что к зиме уже буду со своими. Захват стратегического моста через реку Западная Двина в районе Таугавпилса не позволил советским войскам занять оборону. Немецкие диверсанты удерживали мост в течение часа, пока к ним не подошли войска Монштейна. Именно эти действия позволили немцам блокировать Ленинград всего через два месяца после начала войны. Двина в районе Таугавпа Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Слушаю. Слушаюсь, товарищ нарком. Война началась. Приказано поднимать всех, кто есть, подбирать конспиративные квартиры, сотрудников перевести на казарменное положение. Выполнять. Уже в первые дни войны на оккупированной врагом территории начали действовать подготовленные группы местного подполья и диверсионные отряды, заброшенные в немецкий тыл из центра. В двухэтажной орловской гостинице «Коммуналь» проходил праздничный вечер в честь немецких танкистов. В сводке информбюро Левитан сообщил, что в Орле в результате взрыва погибло около 150 немецких танкистов. Это была одна из первых акций диверсантов Амсбона – разведывательно-диверсионного соединения войск НКВД. 5 июля 1941 года нарком Берия подписал приказ о назначении Павла Судоплатова на должность начальника особой группы, которая вскоре была преобразована в 4-е управление НКВД. В это время разведслужба Вильгельма Канариса активизировала свои действия. Пользуясь нестабильной ситуацией на фронте, агентам и подразделениям «Абвара» все чаще удавалось проникать в советский тыл. Только за 14 дней августа 1941 года на Кировской и Октябрьской железных дорогах диверсанты полка «Бранденбург» совершили 7 диверсионных актов. Наркомат обороны требовал от Судоплатова принять немедленные меры по обезвреживанию немецких агентов, а также усилить диверсионную работу в немецком тылу. У нас острая нехватка людей. Предлагаю освободить из тюрем бывших сотрудников разведки и госбезопасности. Вы уверены, что они вам нужны? Совершенно уверен. Свяжитесь с Кабуловым, моим заместителем. Предоставьте список и сразу их используйте. Есть. В июле в Москве на стадионе «Динамо» в условиях строгой секретности началось формирование особой группы – отдельной мотострелковой бригады особого назначения «Амсбонн НКВД СССР». Основными задачами группы было ведение разведывательных и диверсионных операций на временно оккупированной территории. Одним из первых линию фронта пересек отряд «Мити» – Дмитрия Медведева. Посмотрим. Медведев Дмитрий Николаевич. Командир партизанского отряда. Герой Советского Союза. Полковник. С 1918 года в Красной Армии. В мае 1920 года поступил в органы госбезопасности. В 1937 году уволен из НКВД за сокрытие связи со старшим братом, арестованным как враг народа. В 1938 году вновь принят на работу в НКВД. В конце 1939 года вторично уволен из органов за необоснованное прекращение уголовных дел. В июне 1941 года восстановлен в органах госбезопасности. Назначен командиром одной из первых диверсионных групп, предназначенных для заброски в немецкий тыл. Предыдущие попытки перехода линии фронта были неудачными. Немцы знают, что мы любим воевать ночью. Поэтому всегда на чеку. Какие будут предложения? Что будем делать? Значит, пойдем днем. В 12 днях обед. Думаю, часть постов будет снята. В 12? Пусть будет в 12. Готовьтесь. Хорошо. Пойдем. Отряд из 33-х человек перешел линию фронта без единого выстрела, и к январю 1942 года, проведя более 50 крупных операций, был отозван на Большую Землю. За успешные действия в тылу врага Дмитрий Медведев был награжден Орденом Ленина. Из представления к награждению Дмитрия Медведева Орденом Ленина. Отрядом уничтожен штаб саперного батальона и захвачено знамя. Наиболее крупные операции товарищ Медведев возглавлял лично. В боях с гитлеровцами дважды ранен. Начальник 4-го управления НКВД Павел Судоплатов. Вслед за отрядом Медведева в немецкий тыл были направлены и другие группы. Из военного доклада Вермахта весной 1942 года. В течение зимы 1941-1942 года участились случаи переброски в наш тыл групп из фанатично настроенных членов Коммунистической партии, прошедших военную подготовку, и кадровых офицеров. Именно диверсионные группы НКВД стали главными инициаторами и создания партизанских отрядов на всей захваченной врагом территории. Летом 1942 года немецкое командование сосредоточило усилия на юге Восточного фронта. Планом летнего наступления предусматривалось захватить нефтеносные районы Северного Кавказа, что, по мнению Гитлера, могло решить исход войны. Северный Кавказ в 1942 году стал важнейшим оперативным направлением Абвера. Сюда было заброшено не менее 8 групп диверсионного полка «Бранденбург». Август 1942 года. Майкоп. Подразделение полка «Бранденбург» получило задание проникнуть в город и дезорганизовать его защитников. Диверсанты полка под командованием лейтенанта барона фон Фелькерзама в форме сотрудников НКВД проникли в город Майкоп. Фелькерзам был уроженцем Санкт-Петербурга и безукоризненно владел русским языком. Первая машина! Выгружаемся! За мной! Живее! Живее! В сторону! Барон Адриан фон Фелькерзам. Штурбанфюрер СС. Германский разведчик-диверсант. Внук русского контр-адмирала фон Фелькерзама. Учился в Мюнхене, Кёнигсберге и Вене на факультете экономики. Затем служил в Главном управлении службы безопасности. Специалист по экономическим и политическим вопросам России. С мая 1940 года в полку Бранденбург 800. Фон Фелькерзам явился в штаб генералу, отвечавшему за оборону города. Генерал занят? Для меня свободен. Твое за мной, остальные здесь. Майор НКВД Трушин из Сталинграда. Прибыл для инспекции войск и оборонительных узлов города. Я должен знать все. Прошу. Здесь и здесь находятся первая и вторая батареи ПВО. По периметру города — стрелковые части. Здесь — склады ГСМ, автопарк. Здесь — пункт сбора отступающих красных частей. Мне нужно осмотреть все самому. Машина есть? Машину к подъезду. Готовьтесь к срочной эвакуации. Немецкие части находились еще в двадцати километрах от Майкопа. Но фон Фелькерзам, перемещаясь по городу, начал распространять дезинформацию о том, что Майкоп вот-вот будет обойден. Гарнизон отрезан. И единственное, что остается, это оставлять позиции и быстрее перемещаться в тыл. Старшие смены, ко мне. Младший сержант Тадрюк по вашему приказанию явился. Срочная эвакуация. Личному составу покинуть помещение. Отделение связи срочно покинуть помещение. Уничтожить узел связи. Гарнизон Майкопа в течение считаных часов погрузился в состояние хаоса и потерял всякую управляемость. Оборона города посыпалась. Войска начали оставлять город, бросая технику, тяжелое вооружение, склады боеприпасов и продовольствия. Всего через сутки немецкие войска вошли в Майкоп практически без боя. Ситуация на Кавказе складывалась настолько сложная, что первому заместителю наркома Меркулову и начальнику 4-го управления НКВД Судоплатову пришлось срочно прибыть к месту боевых действий и даже лично участвовать в боевых операциях. Что у нас творится в Майкопе? Похоже, диверсанты. Теперь в руках у немцев целые заводы по перегонке нефти. Ясно. А Грозный что? Минируем нефтяные скваживы. Понятно. Прошу. Немецкие войска двигались к Грозному. Через две недели они уже вышли к Моздоку, но повторить успех взятия Майкопа не смогли. Минирование закончено. Пора. Давай. Уходим. Сталин объявил Меркулову выговор за неоправданный риск при выполнении операции по минированию. Заместитель наркома подвергал свою жизнь опасности и мог быть захвачен передовыми частями немцев. Берия строго отчитал Судоплатова за то, что тот допустил подобную ситуацию. Захват Майкопа стал последней удачной операцией Бранденбурга. В феврале 1943 года под Сталинградом был завершен разгром 6-й армии фельдмаршала Паулюса. Немецкому командованию было не до проведения диверсионных операций. Требовалось постоянно латать дыры во фронте. Говорят, что нас переводят в пехоту? Теперь кто его знает? Но войну мы, кажется, проиграли. Вскоре спецподразделение Бранденбург было выведено из подчинения Абвара. Полк был переформирован в танково-гренадерскую дивизию. В конце войны ее использовали как обычное полевое формирование, а из навыков спецназа применялись лишь знания взрывного дела проведения тактики в выжженной земле. В это же время Амсбон лишь усиливал свою работу. Только в 1942 году его бойцы подорвали 73 железнодорожных цистерны, 64 автомашины, уничтожили 5 бронетранспортеров и тракторов врага, 1 самолет. Отряды участвовали в 66 боях, уничтожив 904 немецких солдата и офицера, 9 бургомистров, разгромили 22 немецкие комендатуры, уничтожили 20 шоссейных и 3 железнодорожных моста, 26 складов и предприятий врага. Абвар также запрасывал диверсионные группы в советский тыл. Многие военнопленные шли служить в Абвар только ради того, чтобы выжить, но большинство при первой же возможности переходило на сторону Красной Армии или сдавалось НКВД. За время войны подчиненные Судоплатова разоблачили и обезвредили 2045 агентурных групп противника. 6 июня 1943 года на территорию Коми АССР в Кожвинском районе был высажен парашютный немецкий десант в количестве 12 человек во главе с Николаевым Владимиром Николаевичем. Перед группой были поставлены три задачи. Взорвать железнодорожный мост через реку Печору. Поднять восстание в лагерях ГУЛАГа. Подготовить высадку 50-тысячного немецкого десанта. Но после приземления радист Одинцов и десантник Доронин ликвидировали командира и сдались властям. Уходим. Где дом председателя? Так вот же. Проезжай. Просыпайтесь. Просыпайтесь. Че? Вы председатель. Ну я, а что? Мы немецкие диверсанты. Передайте руководству района, что наша группа высадилась у вас. Вы че, с ума сошли? Поднимайтесь и сообщайте! Налево, в машину бегом, марш! Через три дня немецкий десант был полностью обезврежен. Бойцы были одеты в военную форму войск НКВД СССР и снабжены месячным запасом продовольствия, автоматами, минометом, гранатами, взрывчаткой. Они имели фиктивные документы, портбилеты, удостоверение личности сотрудников НКВД, бланки, печати и радиостанцию. В 1943 году бригада «Амсбон» была переформирована в отряд особого назначения при НКВД – НКГБ СССР ОСНАС. Отряд получил новую задачу – активизировать действия по выявлению и уничтожению руководства временно оккупированных территорий, и их пособников. Ваупшасова ко мне срочно. Я хотел бы встретиться с главным редактором. Он занят. Мне нужен главный редактор. Он занят. Мне срочно нужен главный редактор. К нему нельзя. Куда вы? У меня важное дело к главному редактору. Прекратите! Кто вы такой? Мне нужен главный редактор. Пошел прочь, свинья! Что тут творится? Вы главный редактор? Да. Что вам угодно. Редакторы издания «Белорусская газета» Владислава Козловского ликвидировали бойцы спецгруппы «Амсбон Мстители» Иван Шнигир и Константин Немчик. Следующей жертвой бойцов спецгруппы «Мстители» должен был стать Вацлав Ивановский, бургомистр Минска и лидер двух белорусских буржуазно-националистических организаций – «Белорусской рады доверия» и «Белорусского научного товарищества». Задание ликвидировать Ивановского получили агенты Вилейский и Орловский. Ивановский был убит в Минске средь бела дня, когда после службы направлялся домой в пролетке. В Москве на одном из кремлевских заседаний обсуждалось, что в Москве создался план новой операции советской разведки под названием «Березино». Вел заседание Сталин. Присутствовали нарком государственной безопасности Всеволод Меркулов, начальник контрразведки Красной Армии СМЕРШ Виктор Абакумов, начальник Главного разведывательного управления Генштаба Красной Армии Федор Кузнецов и начальник 4-го диверсионно-разведывательного управления НКГБ Павел Судоплатов. Еще в начале войны НКВД начал операцию «Монастырь» для проникновения в агентурную сеть Абвера и передачи немецкому командованию дезинформации. Основным источником этой дезинформации являлся агент НКВД Александр Демьянов, работавший под псевдонимом Гейме. В Абвере его знали как немецкого агента Макса с позовным «Александр». Радиограмма от Александра. Давайте. Благодарю. 18 августа 1944 года в Берлин пришла радиограмма. С Сатурна. В местечке Березино, западнее Могилева, в лесах, скрывается крупная германская часть, полк или более. Александр беседовал с пленным обер-ефрейтором этой части, который сообщил ему, что группа намерена пробиваться на запад. Но в связи с большим количеством раненых и отсутствием вооружения, боеприпасов и продовольствия, ее дальнейшее продвижение невозможно. Александр считает, что он сможет наладить связь с этой частью. Через неделю из Берлина пришел ответ — Сатурн Александру. Просим Александра связаться с этой частью. Мы намерены сбросить для них различный груз и могли бы прислать радиста. Для этого мы должны знать точное местонахождение части. Пароль будет «Ганновер». Для обеспечения операции в центральный лагерь военнопленных в Красногорске откомандировали двух сотрудников госбезопасности — Игоря Щерса и Михаила Леонова. Их задачей была вербовка немецкого офицера, который согласился бы играть роль командира немецкой части, якобы затерявшийся в белорусских лесах. Щерс знал два языка — немецкий и французский. Немецкий офицер, на которого Щерс обратил внимание, прекрасно говорил по-французски. Говорите по-французски. В разговоре пленный не выказывал приверженности фюреру. Он с готовностью согласился сотрудничать, надеясь, что это смягчит приговор. Звали офицера подполковник Генрих Шерхорн. Справка. Военнопленный подполковник Шерхорн Генрих. 1897 года рождения. Проживал в Шаумбурге. Взят в плен 9 июля 1944 года в районе Минска. Органами государственной безопасности подполковник Шерхорн был завербован и ему присвоен псевдоним Шубин. Где служили? Командант 286-го рейгима. Командир 286-го охранного полка. Где попали в плен? Под Минском. Не нравится он мне. Какой он к черту командир? Размазняя. На Паулюса похож. Испуган он. Его бы откормить, взбодрить. Еще тот французский. Ты запоришь всю операцию. Его еще готовить и готовить. Лишь после тщательно проведенной работы Судоплатов утвердил кандидатуру подполковника на роль командира. Соедините меня с Березино. Старший лейтенант Казаков слушает. Слушаюсь, товарищ генерал. Так точно, строим. Пару дней и закончим. Так точно. В Белоруссии специальные подразделения готовили лагерь, якобы находящийся здесь немецкой части. Становись! Вскоре подполковник Шерхорн по плану операции «Березино» был заброшен в Белоруссию как командир немецкой части. Товарищ майор, группы для представления постоянно. Вольно? Вольно? Товарищи бойцы, подполковник Шерхорн будет отныне командиром вашей группы. Командиры взводов ко мне. Все остальные свободны. Разойтись. Пройдемте. Лейтенант? В ночь с 15 на 16 сентября 1944 года по указанным координатам приземлились три немецких радиста. Их привели к Шерхорну. Я старший группы Курт Кибер. О вашей части доложили рейхсминистру Герингу и самому фюреру. В отряде много раненых. К вам отправят врача и офицера авиационной части, который подготовит площадку для самолетов. У нас мало оружия. Вы сами вооружены? Взять его! Оперативникам довольно быстро удалось завербовать Курта Киберта и его помощника. Они были тут же подключены к радиоиграм с немецким командованием. 27 октября 1944 года на площадку аэродрома части Шерхорна приземлились еще два парашютиста. Врач Ешке и унтер-офицер авиации Гарри Вильт. Они, как и предыдущие парашютисты, были приняты и арестованы Шерхорном, которому передали письма от командующего группой армий «Центр» генерал-полковника Рейнхарда и от начальника Абвар команды 103 фон Барренфельда, известного как Рудольф и Сатурн. Однако немцы продолжали поддерживать части Шерхорна, сбрасывая обмундирование и продовольствие. Абвар команда регулярно посылала в район дислокации части и свою агентуру, не сообщая об этом Шерхорну. В основном это были солдаты и офицеры полка Бранденбург. Абвар сбросил в расположение части 8 агентов с целью проверить Шерхорна и его соединение. Все они были арестованы и не успели передать в эфир ни одной радиограммы, кроме тех, что уже передавались под контролем чекистов. Судя по ответным телеграммам, абверовцы удовлетворились полученной информацией и окончательно поверили созданной в 4-м управлении НКГБ легенде. Из сообщения НКГБ СССР в Государственный комитет обороны СССР от 30 апреля 1945 года. С сентября 1944 года немцами совершено на территорию легендируемой части 67 вылетов и сброшено 25 германских разведчиков, все арестованы. 13 радиостанций, из которых 7 включены в игру с немцами. 644 места различного груза, в том числе 615 комплектов зимнего обмундирования, 20 пулеметов МГ-42, 100 винтовок и автоматов, 35 пистолетов, 2 тысячи гранат, 142 тысячи патронов, более 2,5 тонн различных мясопродуктов, 370 кг шоколада, 4 тонны хлеба, 400 кг сахара, 100 бутылок вина и прочее. Кроме того, было прислано 2 258 330 рублей. 28 марта 1945 года немецкий генштаб присвоил Шерхерну звание полковника и наградил его рыцарским крестом первой степени. Поздравляю, а тебя не наградили? Меня нет, но, надеюсь, наградят. К нам едет сам Сатурн. А вот это новость. Начальник обвар команды 103, известный как Сатурн, обер-лейтенант Рудольф фон Барренфельд, несколько раз лично вылетал в тыл Красной Армии на разведку местности для возможной посадки самолетов в район базы части Шерхорна. Высадка предполагается в квадрате 2415. Какие будут предложения? Советские чекисты уже предвкушали арест одного из самых матерых немецких разведчиков. Ура! Ура! Вот смотри, еще один! Давай, я прикрою. Имя? Часть? С какой целью заброшены? Но задержанные вскоре агенты-парашютисты показали на допросах, что самолет, на борту которого находился Баренфельд, подожгли советские зенитки. Баренфельд пытался выпрыгнуть, но попал под винты самолета и погиб. Немцы лишились одного из самых опытных разведчиков. Война подходила к концу. 1 мая 1945 года, за день до окончания войны, в так называемую часть Шерхерна пришла последняя радиограмма из Берлина. Превосходство сил противника одолело Германию. Готовое к отправлению снаряжение, воздушным флотом доставлено быть не может. С тяжелым сердцем вынуждены прекратить оказание вам помощи. На основании создавшегося положения мы не можем больше поддерживать с вами радиосвязь. Вот и конец всей игре. Это был конец и самой войне. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Агентурное дело «Березино» содержит 117 томов. Всего в операции участвовало 32 оперативных сотрудника НКГБ СССР и 255 военнослужащих войск НКВД СССР. Некоторые западные источники утверждают, что в годы войны немцы сумели внедрить своего глубоко законспирированного агента под псевдонимом Макс в советский генеральный штаб. Даже многие историки до сих пор не знают о том, что Макс и Гейне одно и то же лицо – агент советской разведки. Вильгельм Канарис. 23 июля 1944 года, после неудачного покушения на фюрера, адмирал Канарис был арестован. Следствию не удалось доказать его причастности к заговору. В начале февраля 1945-го он был перевезен в концлагерь Флоссенберг. Через несколько дней в его сейфе обнаружили документы, в которых он отрицательно отзывался о Гитлере. 8 апреля Канариса приговорили к смертной казни через повешение. Барон Адриан фон Фолькерзан убит 21 января 1945 года неизвестными при выходе из казармы при обороне города Хуэнзальца, ныне и на Врослав. Дмитрий Медведев в боях был дважды ранен и один раз контужен. В 1944 году назначен заместителем начальника 4-го управления НКВД. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1944 года ему присвоено звание Героя Советского Союза. В 1945 году занимался организацией борьбы с вооруженными формированиями лесных братьев в Литве. С 1946 года в отставке. Александр Демьянов. Гейны. Награжден Орденом Красной Звезды. После войны заброшен в Париж в качестве агента, но вскоре вернулся в Москву и работал инженером-электриком в научно-исследовательском институте. Павел Судоплатов. После смерти Сталина назначен начальником разведывательно-диверсионного отдела МВД СССР. После ареста Берии генерал-лейтенант Судоплатов был арестован и приговорен к 15 годам заключения. Виновным себя не признал. Отбывал наказание во Владимирской тюрьме, где перенес три инфаркта, а след на один глаз получил инвалидность второй группы. Освобожден в 1968 году. За годы войны органами контрразведки под руководством Павла Судоплатова были подготовлены и заброшены во вражеский тыл более 2200 оперативных групп. От них поступило 4400 важных разведывательных сообщений. Итогом боевой деятельности Амсбон за 4 года войны стало уничтожение 145 единиц танков и другой бронетехники, 51 самолета, 335 мостов, 1232 локомотивов и 13 181 вагона. Бойцы бригады осуществили 1415 крушений воинских эшелонов противника, вывели из строя 148 километров железнодорожных путей, провели около 400 иных диверсий. 22 подчиненных Судоплатова получили звание Героя Советского Союза. Героя Советского Союза 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 Продолжение следует...